Тем, как он спокойно к этому отнёсся. Добрый день, ребят. А не подскажете, где здесь центр пикапа? А чего бы вы хотели? Да поговорить с начальником надо. Ну, начальников у нас нет и никогда не было. Понятно, хорошо. Но кто-то же главный здесь должен быть. Мы стараемся избегать подобного рода званий. Мы все молодые люди, друзья. Это чтобы никто никого не подавлял. Понятно. Но кто-то же руководит вашим кружком по интересам. А-а-а. Кружком руковожу я. Ребята меня просто называют инструктор. Хорошо. Значит, тогда вы мне, товарищи инструкторы, нужны. А чего бы вы хотели? Кого-то соблазнить или, может, проблемы какие-то? Да нет, у меня проблемы. Да вы не стесняйтесь. Это сейчас сплошь и рядом. Я не из стеснительных. Меня зовут Громов Олег. Я юрист. Работаю в службе медиации. Один из ваших подопечных, так сказать, учеников, был замечен в весьма некрасивой истории с одной девушкой. Вот я и пришел. Выяснили, чем вы тут занимаетесь и чему учите. Можно вас? И кто это, если не секрет? Максим Никифоров. Да. Проблемный парень. Но я хочу сказать, что... Что он натворил это не имеет никакого отношения к тому, чем мы тут занимаемся. Я учу своих ребят любить девушек и заботиться о них. И тем не менее, одна из девушек, о которой ваш подопечный должен был заботиться, как вы говорите, любить, пыталась наложить на себя руки. Это ужасно. Но я заявляю, что... Я ничему плохому своих ребят никогда не учу. Тот, кто не уважает девушек, никогда не станет хорошим соблазнителем. А тот, кто это не понимает, я их выгоняю сразу же. А тебе задания на сегодня не будет. Это еще почему? Почему? Потому что у нас и так мега-гуру. Это нам и тебе надо поучиться. Я что-то не понял. А что за сарказм? А что ты не понял? Ты наши правила знаешь? По-моему, знаешь. Нарушил, исключен. Свободен. Не отнимай наше время. Я случайно не сильно задерживаю? Пока нет, но скоро начнете. У нас сегодня важный день, экзамены. Да вы что? Оценки будете ставить, да? Да не только оценки. Может быть, даже кого-то и на второй год оставим. Понятно. Скажите мне, что Максим такого натворил, после чего вы его выгнали? А, понимаете, вообще люди к пикапу и ко всему, что с ним связано, относятся довольно-таки с опаской. Поэтому я установил жесткие правила. И самое главное из них, это никогда не тренироваться на замужних женщинах. И мне проблемы не нужны. То есть, получается, Максим нарушил это правило? Ну, ходили слухи, что он встречался с замужними дамами. Ну, представьте, вот узнает какой-нибудь муж. Ну, что это? Скандал нас сразу закроет. Ну, да. В нашей стране скандал это не проблема. Ребята, еще пару минут, хорошо? Видите, меня ждут. Да, я понимаю. Последний вопрос. Давайте. Вы говорите, слухи пошли. Так вот что получается? Кто-то пустил слух, а вы сразу поверили ему и выгнали парня? Ну, конечно, не только слухи. Были и факты. Ребята видели, как он ходил за руку с замужней дамой. Что, ваши ребята в состоянии на расстоянии, на глазок определить, замужем человек или нет? Ну, конечно, нет. Они видели, что у него на руке обручальное кольцо. А я, ребят, учу такие вещи сразу замечать. Ну, тогда понятно. Что ж, спасибо большое за беседу, за помощь. Пожалуй, вы ответили на все, что мне необходимо было услышать. Ну, если еще что-то надо, вы обращайтесь. Надеюсь, не придется. До свидания. Ребят, не подскажете, а как тут главного найти? Я тут главный. Что надо? Мы хотели к вам записаться. Записываются в кружки и в секции. У нас объединение. Ну, и что делают в объединениях? В объединениях вступают. Но вас мы принять не сможем в ближайшее время. Почему? Нам надо очень. Максов, скажи. Да, конечно, мы хотели бы вступить. Ну, приходите через пару месяцев. Если места будут, мы вас возьмем. Да пошел ты, козел. Что смотришь? Упырок. Я действительно слышу то, что слышу. Если ты не глухой, то да. Да. Давно меня так не веселили. Ну, ладно, приходите завтра. Поглядим на вас. Интересный способ.